Мы все делаем вместе, то есть не каждый сам за себя тут работает в группах. Поэтому люди тебе становятся более ближе, и ты с ними знакомишься и начинаешь поддерживать общение в дальнейшем. И буквально первый день, через веревочный курс, они почувствовали, что они не одиноки, что здесь друзья, что здесь их принимают такими, какие они есть, и что здесь все дружат. Группом неба, большой и звездно-снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Осенняя сессия в школе «Лидер» продолжается пять дней, и это именно тот срок, который нужен для того, чтобы мы могли с детьми встретиться, познакомиться, сплотить команду, поработать в каждом отряде и в целом в коллективе. Индивидуально с каждым участником. До этого лета мы болтались по свету, в земле и в воде, и совершенно случайно мы взяли билеты на соседние кресла, на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Радует то, что очень много ребят из северных районов прибыло. У нас вообще-то занятия не в форме лекций, чаще это какие-то тренинги, это какие-то сюжетные, ролевые, деловые игры, это дискуссии, это могут быть дебаты, это могут быть круглые столы. Идем мы туда, я знаю то, что мы живем не опасно, друзья на веке, друзья на веке, друзья на веке, друзья на всегда. Свои места любая, друзья на веке. Можно ли сделать специальную активность, а самое главное – получать знания, осваивать технологии лидерские. И кроме этого регулярно, ну скажем так, на всех площадках показывать результат своего обучения. Конечно, я вас сравнивала с теми, кто был до вас. Ну как бы без этого не обойтись. Конечно, вы очень интересны все каждый. Может быть, наши занятия были чем-то для вас, очень, я видела, были очень трудными. Кому-то были очень лёгкими. Что-то вас поразило, наверное, знаете, что это такая какая-то внутренняя чуткость. Вы даже что-то, если не знаете или знаете неправильно, вы, наверное, поняли, что часто знания, которые мы получаем, они не всегда настоящие. Главное в знаниях — это задумываться над ними, то есть задавать себе вопрос. И вот вы даже если не знаете, вы чувствуете чем-то своим внутренним, очень хорошим внутри вас, настоящий путь, да? То есть вот что такое любовь? Вы сегодня всем не очень хорошо рассказали. Ну, конечно, здесь ребята занимаются с психологом, потому что она помогает им познать себя и познать свои положительные и, может быть, нежелательные качества характера, и от них избавиться, а положительные, наоборот, развить. То есть она помогает им самосовершенствоваться. Ежедневно делайте то, что вас пугает. О чем мы с вами говорили. Боитесь выступать, боитесь что-то презентовать. Делайте это каждый день. Чем больше вы это делаете, тем больше у вас, вы больше набираете опыта. Научилась работать в группах, познакомилась с множеством людей с разных районов. Я первый раз здесь у вас, но мои первые впечатления о вас всех очень позитивные. Вы просто... Вот эта вот неделя, даже не неделя, буквально четыре дня, сколько я здесь нахожусь. Это просто самые лучшие дни в моей жизни, грубо говоря. Вы мне очень сильно подарили много эмоций. Особенно первый отряд, который, конечно, меня во многом иногда не слушал. Первый отряд лучший. Работает преподаватель из областного художественного музея. Это тоже часть направления духовно-нравственного развития. Она вводит их в мир изобразительного искусства. Учит воспринимать изобразительное искусство правильно. Конечно, очень хочется вернуться к этой атмосфере, когда ты выходишь на сцену, тебе все аплодируют. Когда ты рассказываешь стих, все с умилением слушают тебя, затаив дыхание практически. Хочешь уезжать отсюда? Нет. У меня второй курс, потому что это очень тяжело. Ты привязываешься к этим людям, ко всем людям. У меня в весной последняя сессия, и уезжать вообще никак не хочется. Хочется учиться в этой школе вечно. До старости. Ребята познают и даже меняют ценностные ориентиры. Они получают информацию о тех традиционных ценностях российских, на которых нужно базировать вообще свое жизненное кредо, я бы сказала так. Поэтому я думаю, что воспитываем граждан своего острова. Прольются все слова, как ночь, и там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе пропаду. на наших лицах без ответа лишь только от блески и рассвета того, где ты меня не ждешь. И мы завтра выезжаем, так как погодные условия, надвигающийся циклон не позволяет нам задержаться здесь, на лесном озере, еще на 1-е сутки. Играет музыка, Играет музыка, Играет музыка, ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ 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 Алые паруса, паруса А соль плюс дей равно любой